Здравствуйте, друзья! С вами Светлана Короткая. Хочу выразить слова благодарности подписчикам канала Хобби Марты и друзьям в соцсетях за их теплые комментарии. А тем, кто еще не подписан на мой канал и хочет это сделать, сейчас внизу экрана вы увидите окошко подписаться. И вы можете, нажав на кнопку, делать это прямо сейчас. А сегодня мы сделаем подарок мужчине. Это будет комплект для пикника. Пикника. Наш комплект будет состоять из бутылочки, которую мы задекорируем под фляжку. И чемоданчика для пикника, куда мы положим эту фляжку. Для чемоданчика я буду использовать аптечку автомобильную. Заранее я ее ошкурила наждачной бумагой, потому что был опыт, когда я мало зашкурила аптечку, и у меня все слезло чулком, потому что пластик здесь бывает очень капризный. Теперь остается обезжирить и загрунтовать белой акриловой краской. Ошибочно считается, что мужчинам сложнее сделать подарок, чем женщине. Но для мужчин тоже много тем можно придумать. Я подам идею, в какой тематике можно сделать наш чемоданчик для пикника и бутылочку. Но в первую очередь, конечно, это же охота. Это какие-то знаменитые картины можно использовать. Для любителей лошадей тоже очень много красивых картинок. Кто-то просто любит природу, животных. Морская тема здесь тоже подойдет. Очень интересная ретро-тема могла быть использована в нашем декупаже. Просто покажу для примера. Делала я вот такие бутылочки. Кстати, мы будем делать похожую имитацию кожи для нашей фляжки. Также в свое время декорировала в подарок туалетную воду. Он же пустой пузырек. Чтобы подойти к этой теме с юмором, можно также придумать для рыбаков вот такую интересную тематику. У тех, у кого нет распечаток, можно использовать салфетки. Салфетки тоже подойдут с бутылочкой. Они разные бывают. И Прованс. Для тех, у кого нет ни салфеток, ни распечаток, можно будет использовать красивые коробки от конфет. Замечательные пейзажи, рисунки. Можно использовать открытки и вырезки из различных журналов. Также для работы нам нужны будут краски. В основном коричневые цвета. Простые салфетки для имитации кожи. Клей ПВА. Лак акриловый. Приступим к работе. Как я уже сказала, свою аптечку я уже ошкурила наждачкой. Теперь мне нужно обезжирить спиртом или ацетоном. И загрунтовать белой акриловой краской. Можно с добавлением клея ПВА. Белую акриловую краску я нанесу только в то место, где у меня будет картинка. Остальной фон я загрунтую с добавлением коричневого колера. При покраске не забываем наши замочки. Мы их должны будем открыть и здесь все-все очень хорошо прокрасить. И еще, когда будете наводить краску, которая вам нужна для работы, постарайтесь ее сделать немножечко больше, чтобы нам хватило и на бутылочку, чтобы потом очень сложно будет нам подобрать такой цвет. Загрунтовали и подсушили. Хорошо, когда наша аптечка имеет ровную гладкую поверхность снаружи. Но у меня здесь вот такое окошко. Придется его зашпаклевать шпатлевкой. Это универсальная обыкновенная шпатлевка. Можно мастихином, можно ножом. Не делайте толстый слой, просто выравнивайте. Вот так сейчас просушу и немножечко пройдусь наждачкой. От того, как мы подготовим заготовку, и будет зависеть качество нашего декупажа. Сейчас пока сохнет мой чемоданчик, я подготовлю картинки. Не знала, на чем остановиться, но все-таки решила на теме охотника. И сейчас их буду приклеивать. Но мне нужно бока, только бока истончить. Всю картинку истончать не буду. Для этого я возьму скотч и приклею по периметру картинки. Истончить по бокам картинку нам нужно для того, чтобы она у нас, когда приклеится, не выделялась таким выступом. Приклеиваем на уголочек и проклеиваем. Тем способом, как мы раньше с вами все это делали, мы приклеиваем. Сперва мы проклеиваем картинку, чтобы она успела намокнуть. Еще раз повторюсь, что картинки у меня распечатаны на струйном принтере. Эпсом клеиваю наш белый фон, прикладываем, сразу не придавливаем, выравниваем и выгоняем лишний клей и воздух из-под картинки. Так хорошо легла картинка, клей лишний убрали. Такой уже вырисовывается у нас чемоданчик. После того, как мы наклеили картинки, я все просушила, покрыла слоем лака, как бы защитила нашу работу для дальнейших действий и еще раз просушила. А сейчас мы поработаем коричневой краской. Нам нужно будет аккуратненько здесь подкрасить нашу картинку, обрамить ее. И теперь я, немножко заходя на картинку, выравниваю вот эту линию. Тем самым у нас прячется резкий переход. Даже если мы где-то немножечко вышли на картинку, мы сейчас все это объединим трафаретом. Очень хорошо, когда цвет фона совпадает с цветом на картинке. Кто боится и не может провести ровненькую линию, можно взять и малярный скотч прилепить и потом уже приступать к покраске. Но в этом случае картинка должна быть идеально просохшей или скотч должен быть не сильной фиксацией, чтобы картинка не слезла вместе со скотчем. Сейчас все просохнет и можно внимательно посмотреть, если что-то у нас какие-то неровности есть на поверхности, от краски может быть. То здесь можно еще взять наждачную бумагу, еще пошкурить. Я воспользуюсь трафаретом, чтобы объединить нашу картинку, сделать такую окантовочку. Трафарет я буду использовать не весь целиком, а только вот этот фрагмент. И сделаю это все темным золотом, вы можете медной краской взять, если маловато будет цвета, я конечно добавлю что-то поярче. Вот так немножко, даже можно в некоторых местах сильнее, в некоторых местах поменьше пройтись золотом. Вот здесь то, что мы делаем нечетким наш узор, он будет даже смотреться как немножечко такое состаривание. Как будто наша работа там деликатно состарена. Я пройдусь этой же губкой полусухой. Уголочки все. Все какие-то такие выпуклые места. Вот все рельефные места мы вот так губочкой потираем. Не забываем про низ. Замочки можно посильнее выделить. Покрыла я одну сторону акриловым лаком. И у меня коричневый цвет стал более насыщенным, темным. А золото стало более тусклым. Поэтому я добавлю еще проверенный способ. Это медную эмаль. Другой вид. Как бы засияло немножко. Вот теперь действительно я плавно перейду на другую сторону. Чтобы закончить работу, нужно будет еще несколько раз покрыть лаком. Прошкурить те места, где у нас выступы идут. И еще раз покрыть лаком. А так практически готовая работа. Внутри я сейчас делать ничего не буду. Там можно наклеить красивую ткань или бархатной бумагой. Так, отставляю я чемоданчик. И займемся теперь бутылкой. Бутылка у нас стеклянная. Но при желании вы можете даже задекупажить и саму фляжку. Обязательно протираем спиртом. Обезжириваем. И грунтуем акриловой краской. Грунт наш просох. Я просушила феном. Здесь картинку я расслаивать не буду. Бутылочка просохла. Я еще добавила белой краски. Еще просушила ее. А теперь мы займемся имитацией кожи. Мы ее будем делать из обыкновенной салфетки. Что у нас должно будет получиться? Это вот такой эффект. Для этого мы нашу салфетку нарезаем. В общем, нам будут нужны кружочки из салфеток. В тарелку я навожу клей ПВА и воду. Значит, наш кругляшок прикладываем к тому месту, где мы уже начнем делать имитацию кожи. Жидкость должна быть достаточно жидкая, чтобы не потянулась салфетка за пальцами, за клеем. То есть, развести водичкой клей надо будет очень жиденько. Значит, первую точку ставим, чтобы салфетка приклеилась к бутылке. И потом вот такими движениями, можно две руки намочить, вот такими крутящимися движениями прокручиваем салфеточку и укладываем ее. Делаем как бы такой завиток. Примочили и укладываем салфетку. Если рвется, ничего страшного, так же продолжаем ее прокручивать. То есть, делаем такой объем. Вот сейчас видно очень хорошо, как получаются завитки такие на кружочках. И вот чем более жидко наш состав клей ПВА с водой, тем лучше они укладываются. То есть, кладем кружочек и пальчиком проворачиваем, поправляем. Теперь нужно будет все хорошо просушить. Клея здесь почти нет, поэтому нужно будет обязательно пройтись лаком или клеем ПВА еще сверху, чтобы потом уже мы могли все это закрасить и затонировать. Пока бутылочка будет сохнуть, мы займемся пробкой. Ее мы тоже обезжирим, покроем белой акриловой краской, тоже обклеим нашей салфеткой. Сверху сделаем завитушку. Обязательно дождитесь полного высыхания наших салфеток. И только после этого мы будем приступать к покраске. Берем нашу коричневую краску и очень хорошо прокрашиваем все складочки. Так, все хорошо просохло, но вида кожи еще это не имеет. Нам нужно будет полусухой кистью затонировать более светлым цветом. А теперь полусухой кисточкой сильно отогнем ее. Пройдемся по выпуклым местам, выделяя их рельеф. Вот примерно так должно у нас получиться. Теперь нам остается все это покрыть акриловым лаком. Вот наша бутылочка уже обтянута кожей получилась. И чтобы она гармонировала с нашим чемоданчиком, я сейчас по этим плечикам, по крышечке пройдусь точно такой же медной краской. Медным металликом. Работа должна, конечно, сохнуть очень долго. Потому что у меня сейчас все недосохшее. Можно будет еще раз покрыть лаком, еще одним слоем. И для надежности, и для более такого блеска. Картинку, естественно, тоже нужно будет покрыть лаком несколько раз. По-моему, это замечательный подарок. Такой интересный, своеобразный. Главное, что своими руками. В таком же стиле можно задекорировать стаканчики. И вот посмотрим на итог нашей работы. Вот такой замечательный комплект получился. Надеюсь, мужчины будут довольны. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. А на сегодня я с вами прощаюсь. До новых встреч!